Здравствуйте! Сегодня я себе на Рождество решил приобрести разные сорта манго, чтобы их попробовать. Недавно я в одном из своих видео пробовал манго египетское, и оно мне очень понравилось. И я захотел попробовать еще и другие. Но египетское оно просто бесподобно, пока что оно у меня вне конкуренции. А вот эти вот сорта манго я буду пробовать впервые. Заодно я расскажу стоимость этих манго. Я брал их в магазине Вкусвилл, все четыре. И сейчас я вам назову цену. Так, манго... Ну, сейчас посмотрим этикеточки. У нас тут есть этикеточки. Так, это штучно шло. Так, вот это у нас, и вот это. Так, вот оно у нас. Манго перуанское. Манго перуанское. Килограмм стоит 275 рублей. Оно мне обошлось 95 рублей 70 копеек. Так, манго кент. Килограмм стоит 265 рублей. Килограмм. Оно мне обошлось 121,90. Да, вот это дешевле манго, чем перуанское. И манго Эдвард. Сейчас посмотрим. Тут так же оно называется. Да, Эдвард. Эдвард. Так, сейчас повернем, чтобы было получше. Видно стоимость. 215 рублей стоит килограмм. И это самое дешевое. Обошлось оно мне 77 рублей 83 копейки. И желтое манго. Оно продавалось поштучно. Желтое манго стоило 175 рублей штука. И это самое дорогое. И очень интересно. Давайте начнем с самого дешевого. Самое дешевое. Но я буду их мыть, потому что я вот оставлял эти кеточки, чтобы было видно. Разложу их по ценовой категории. Снизу вверх. Снизу самое дешевое. И повыше самые дорогие. Так. 75. Держи я. 5. Да, вот. Вот так. Эдвардс самое дешевое. Чек мне больше не понадобится. И буду пробовать, смотреть, описывать, сравнивать. По очереди буду отклеивать. А так я пока разверну, чтобы можно было чисто визуально их сравнить. И одинаковым боком положу. Вот так. Вот так. Форма у нас. Вот у этих трех манго одинаковая. У желтого манго форма другая. И манго Кент. Оно почти все целиком зеленое. С одной румяной небольшой частичкой. Это у меня в руках манго Эдвардс. Манго Эдвардс. Оно такое вот... Я не знаю, как этот цвет назвать. Не знаю, персиковый, не персиковый. Но он такой вот розоватый. И тут зелено-желтый цвет. Это у нас манго Эдвардса. И манго перуанское. Оно вот, соответственно, красное с одной стороны. И постепенно переходит в желтый и зеленый цвет. Да, оно мягкое. Так, это у нас зеленое тоже мягкое. Желтый у нас мягкое. И наши вот Эдвардс тоже мягкое. Эти все... Как они мне со своим сверляжом надоели, а? Вот только начинаешь снимать, начинают сверлить. Ну да ладно. В общем, сверлить тоже надо. Они, в принципе, неподолгу сверлят. Но, в общем, это не важно. Сейчас я его помою, разрежу. Так вот. Так вот разрежу. Все они чистятся примерно одинаково. Одинаково. Вот так. Да, в общем-то... Не так легко. Да, вот в эту сторону намного легче. Так, видите, да, началось уже немножко портиться оно. Поэтому мякоть светло-желтая. Сейчас будем пробовать. Оно очень мягкое. Очень нежный вкус. Не настолько сладкий. Чуть больше кислинки, чем у египетского манго. От египетского манго оно отличается. Так, оставляем вот это вот тут. Теперь берем второе, которое было подороже. Манго Кент. В общем, в этом году я манго ем третий раз. Не хочу сказать, что я прям объедаюсь манго. Вот. Они все-таки стоят недешево. Вот. Ну, сейчас... Будем проверять вот это манго. Так. Так. Да, вот тут тоже видно. Чуть-чуть начало, но уже портится немножко. И сейчас будем проверять, как нам вот это на вкус. А может и не начало, не знаю. Так как пробую я его впервые, не могу сказать точно. Ну, попробуем. Это более такое маслянистое. Тоже не такое сладкое, как египетское, но нет и кислинки, как у предыдущего манго. Но оно тоже, в общем, тоже ничего так хорошее по вкусу-то, неплохое. Теперь берем манго перуанское. Пробуем перуанское. Как я уже сказал, я не пробовал из этих никакие пока еще. Пробую их впервые. Видите, сочное. Это, наверное, по зрелости самое такое. Самое то, что надо. Видите, никакой порчи, ничего нет. У них испорченное выглядит просто прекрасно, сочное. Так, сейчас будем его пробовать. Даже кожура режется легко с той стороны. Это означает, что манго прям то, что надо. Прям поспело. Идеальной спелости, в общем. Уворачиваем его. И пробуем. Оно просто, просто тает во рту. Вот это прям вот, я бы сказал. Вот это вот из этих четырех. Вот это вот. Лидирует. Но пока что на первом месте у меня все-таки египетская манго. И вот то, которое мне в магазине вкусвил, сказали, что оно самое вкусное. Это вот желтое. Сказали, что оно прям самое сладкое, самое вкусное, самое-самое. И обязательно говорят, попробуйте. Ну, и мне прям стало очень любопытно. Захотелось попробовать. Действительно, почему бы нет. Так, в какую сторону лучше? Давайте вот в эту попробуем открыть. Тоже, судя по виду, оно прям то, что надо. Самое то, что надо. Хотя, не знаю. Слышите такой вот скрип? Может быть, я не знаю. Может, оно не совсем еще такое, как надо. Хотя, не знаю. Попробуем сейчас и узнаем. О, видите, как шикарно раскрылась. Просто красотища. Ммм. А вот тут немножечко другой вкус у него. Менее маслянистая. Кислинка есть. Но сладость, я бы не сказал, что прям сладко-сладко. Это мне понравилось. Да. Здесь какой-то немного другой фруктовый вкус добавляется ко вкусу манго. Но, безусловный лидер, это вот третья. Третья манго просто супер. Оно маслянистое. Прям как я люблю. Просто тает во рту. Восхитительно. Восхитительно. Но, оно, мне кажется, даже с египетским посоперничает. Но, оно отличается по вкусу. Египетское, мне кажется, оно более сладкое. И чуть-чуть менее нежное. Вот это более нежное, чуть более маслянистое, немножко менее сладкое, чем египетское. Египетское я ел вчера и позавчера. И до этого. И поэтому я знаю. Этот вкус я помню. Он мне очень понравился. Выиграла. Получается у нас манго. В общем, третья, третья манго. Я вот не помню, что это за манго. Вот. Но вы подкрутите, посмотрите. Я сам посмотрю и напишу в описании к видео, какой же манго выиграла. И какое манго заняло какое место. Может быть, вот это манго просто я выбрал неправильно. Видите, оно подгнивающее оказалось. Давайте я попробую ту сторону, которая не подгнивает еще раз. Так, и вот это. Да. Вот это оно маслянистое. Но если даже оно подгнивать уже начало, и оно не имеет такой сладости, не имеет такой кислоты, оно, по сравнению с остальными, меньше всего вкуса имеет. Хотя структура у него очень хороша. Да, она прям такая маслянистая, тягучая. Но оно занимает последнее место. Потом вот это манго. Потом вот это манго. Желтая. И потом идет вот победитель. Победитель. Ну, а на этом все. Всем спасибо. И увидимся в следующих видео. Буду пробовать, может быть, что-нибудь другое. Или готовить что-нибудь. Или про помидоры, или про коксу, или про орхидеи. Или, может быть, еще что-нибудь новенькое придумаю. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если понравилось. Пишите в комментариях, что вам не понравилось. И до встречи. Всех поздравляю с Рождеством. Рождеством. Субтитры сделал DimaTorzok